У нас есть что-нибудь в этой сжоге? Мне кажется, у меня внутри сейчас все сгорит. Всем привет! С вами Женя Ананасов и наш телерадиоканал Мудня. Сегодня мы снова пойдем в супермаркет и будем делать закупку новых вкусняшек. Будем вкусно кушать, обозревать, показывать вам, рассказывать, что тут еще можно съесть, а что лучше не пробовать. Итак, если вы готовы, поехали! Итак, пойдемте со мной в магазин. Время 12.45, мы начинаем нашу закупочку. Вот интересное что-то. 21. Берем. Что-то тоже интересное. Вик, Франк, Гуни, 10. Поддонк. Берем. Я думал, их забрали в армию. Немножко пройдем по чипсулям и становимся на горилле, который плохо. Гу-мук, похож на химати. По-сладенькому возьмем вот этот шоко флавер. Вот он, рай бичиеда. Рай бичиеда, часть 2. Возьмем на пробу один такой с раком. Из напитка у нас сегодня будет газировка с вкусом пруд. Мир. Из молочного возьмем вот такой, чтобы 4 и чего-то там. Вот это еще что-то интересное. И давайте еще возьмем такую вот осьминожку забавную. Что-то для крутых парней, видимо. Попробуем в следующий раз. Попробуем. Итак, мы закупились. Получилось целых 2 пакета на 264 рубля. Будем сейчас пробовать. Приятного аппетита мне. Ну что ж, друзья, мы сделали нашу закупку. И теперь можем начинать. Бонусом еще мы прихватили вот такую вот штучку. И у нас все это вышло 140 бат. То есть примерно 280 рублей на наши деньги. Ну что ж, будем пробовать. Начнем с самого интересного, на мой взгляд, с вот такой вот пачечки с гориллой в шляпе. Написано хот-чили. Вскрываем и пробуем. Красавец. Весь он в специях. Будем пробовать. На вкус сладенько. Как будто бы он с кетчупом. Похож немножко на читас с кетчупом. Пряный, сладкий, островатый. Плотнее, как кукурузные палочки. Читас. Немножко еще напоминает по своей структуре и вкусу доширак. А вот этот дружок похож у нас на кораллы, которые Карл украл у Клары. Ожидал от обезьяны большего. Не настолько острого. Не для такого мастака остряка, кем которым я являюсь. Пробуйте, ничего не бойтесь и не переживайте. Ничего с вами не случится, если будете соблюдать меру. Теперь продолжим с вот такой красивой пачечки. Бига написано. Шоколад флавор. Очень вкусно. Вот так оно выглядит. Кукурузная палочка с такой дырочкой. Можно запивать молочком. Классно. После снеков хочется запить. Молочком. Наверное. Вот так оно выглядит. Нарисованные какие-то семечки. Или маковые, или не маковые. Оборудован пакетик трубочкой. И здесь нарисуем какой-то боб. Возможно это соя. Здесь много соевого молока. Пейте дети молоко, будете здоровы. Прокалываем. Желюшки. Смотрите. По вкусу. Молоко. После вкусе у него напоминает подсолнечные семечки. Какие-то желюшки внутри тоже. А тут в принципе и написано, что какие-то кубики из желе. Чтобы добавить массу, напихали сюда желе. Попробуйте вместе с кукурузными палочками. Бига. Райское наслаждение. Переходим к снекам из морепродуктов. Такой у нас на пачке застенчивый осьминожек. Зовут его Bento. Squid Safe Food Snack. Снеки из морепродуктов. Squid. Squidward. Squid. Squid. Да, осьминог. Написано Sweet and Spicy. То есть сладенько и остренько. Испытаем его на вкус. Squidward. Вот так вот выглядят снеки. Их в пачечке много. Он такой плоский. Мяненький. Как рыбка высушенная. Как ролл из прошлой нашей новогодней передачи. Пробуем. Слушай, ну прямо острота. Сразу пошла. Попробовали мы этот снек. Действительно сладенький. Первое ощущение. Сладость. И потом догоняет острота. Сладко и остро, как заявил производитель. Очень вкусно, пряно, насыщенно. Осьминогу ставлю 5 баллов из 5. Сейчас чуть-чуть запью, а то как бы я снегок поперёк горла не стал. Дальше у нас ЙОЙО. Написано, что это гами-желе. То есть жевательное желе. Красивая пачка фиолетовая. На пачке у нас виноградинки. Запах грейп. Грейп-виноград. Вот такая она красивая, как половинка винограда без кожицы. Как только я открыл пачку, сразу почувствовался яркий запах винограда. Пробуем. Очень яркий аромат. Вкусно, сладко. Много не ешьте. Сладкое вредно для зубов. Следующее. У нас томата. Крекер. На упаковке изображен большой помидорчик. Написано, что это крекеры и томат. Пробуем. Обычные чипсы. Томатные. Приятные, сладенькие. Напоминают нашу русскую картошку. Любишь кушать, любишь и прибираться. Дальше у нас Гуми Биг Франк. Это такая вот мармеладка в форме хот-дога. Какой он миленький. Хлебушек. Вот у него здесь как будто бы с горчичкой и кетчупом. Вот такой хот-дожик. Пробуем хот-дог. Самый дешевый хот-дог, который я когда-либо пробовал. Всего 20 рублей примерно на наши деньги. Мармеладный хот-дог. Вкусный, маленький, аппетитный. Вкусно пахнет. Стон Чоко Болл. Какие-то камешки изображены с каким-то неандертальцем. Красивые. Какая красота. Как маленькие декоративные камешки. Пробуем камешки. Такой бюджетный ММДМС. Вкусные камешки напоминают немножко ММДМС. На мое счастье это казались не настоящие камешки. Хотя очень были похожи. Шоколад. Шоколад не очень дорогой. Но тоже вкусный. Больше интереса сама упаковочка и сама подача. Вот так вот он. Как будто и правда камешки везешь. Рыбкам в аквариум. Да, а на самом деле не рыбкам. Следующий на очереди доширак с раком. Кто скучает по ракам, милости просим. Красный, как рак. Доширак. Мне кажется рак. Ну, конечно, смотри какие. Какие. Как у рак. А может и лобстер. Красный, как рак. Доширак. Специи высыпаем всю, чтобы было без обмана. И какую-то красную водичку. Готово. Будем пробовать. Так как мы в Таиланде, будем пробовать не вивкой и ложкой, а палочками. Народными столовыми приборами Таиланда. Красный, как рак. Вкусный доширак. Остренький, приятный. Мне понравился. Лапша вкусная. А если еще и заварить, то вообще вкусно. А если и заварить, так вообще будет бомба. Последний на очереди у нас напиток рутбир. Что означает пивной корень. Пробуем рутбир. Газированный напиток. Вкусно пахнет. Запах не похож ни на один другой. Какой запах я либо когда-нибудь нюхал. Вот такая красивая баночка. Коричневая. Итак, пробуем рутбир. Вкусно. Сладенькая водичка газированная. Привкус как у какого-то травянистого растения. Который не похож ни на один другой. Немножко напоминает доктор пеппер. Но только не с вишенкой. А вот именно с этим корнем. Классно. Этот вкус вы ни с чем не спутаете. И нигде не найдете. Напоминает как сироп какой-то от кашля. Ваше здоровье. А теперь бонус. Такой напиток мы урвали. С медом, имбирем. Он стоит 25 бат. А мы за 750 всего лишь взяли. Не в этот раз, а в прошлый. Но срок подходит. Поэтому надо его проводить быстрее. Имбирный сок с медом. Мокренький. Только из холодильника. Против болезней и для профилактики гриппа и простуды. Звук такой, когда пью, как будто бы кто-то звонит в домофон. Нет, сейчас уже не звонят. Сейчас уже сверлят. Вкусный напиток. Имбирно-лимонный. Молодцы. Вкусно. Мне понравился. Для здоровья. Необходим мед и имбирь от Berlin Chemie. Ну что ж, дорогие друзья. Мы показали то, что купили. Где-то сегодня было пряно. Где-то сладенько. В итоге все было вкусно. Пишите в комментариях, что бы вы хотели попробовать. Или что бы вы хотели, чтобы я попробовал. И рассказал вам. Выпуск окончен. Всем хорошего настроения и тихого бурления стен. Вы молодцы. Спасибо, что смотрите. Это очень приятно и всем понятно. Непонятно только зачем. Ставьте лайки. Подписывайтесь. Мудня, Женя, Ананасов. Все классно. Вы лучшие. Мы не хуже. Все, пойдемте за мной. Пока нас не закидали с балкона с игрушками. На часах 12.45. 20. Это гелевый карандаш. Мы перенимем. У нас записывают рок-концерт. Какой-то онлайн ведут. Трансляцию в соседнем кабинете. Вот такие вот снеки у нас похожие на... Не видно. Да и все равно. Я буду есть и показывать. И рассказывать. Я даже покажу, чтобы вам показать. Право-лево не путаем. На кораллы, которые крал, украл, уклары. Тебе не быть регулировщиком никогда в жизни. Машины побьются. Коричнево. Тут видно такие снеки. Они лежат там и ждут меня. Я думаю, будет шоколадненько и сладненько. Наш ответ соседям шумным, которые что-то ремонтируют. Оборудование. Оборудовано. Оборудован пакетик трубочкой. Как вы меня нашли здесь жилюшки? Предположительно, родом из Японии. Японии. Как химически обработанный виноград. Не хочет. Финер помидор из Чиполлино. Ты уже снимаешь? Не надо. Ну не сербай. Ну не сербай. Надо было, наверное, залить водой. Напиток из... Как ты говорила? Какой. Какой? Павлиний, ты сказала. Ты снимаешь или не снимаешь? Сейчас снимаешь? А до этого снимала? Да. Как я все остальное ел? С медом, имбирем и... Мед, имбирь и что еще? Да. С медом и берем так.